Доброе утро, ребятушки. Ему я на проводе. В домашней обстановке. Даже самой, честно говоря, не верится. Нашла у себя такой чай. Тысяча чай одному. Чай мономал. Прошела заварить чашечку чая с утра. Так, вот такие. Тебя искала. Пилот разрядился. Сейчас, заряди. Ух ты. Круп на листевой. Еще с какой-то добавкой. Василёк. Голубой цветочек. Ой, какой сладкий. Он ему в русском магазине покупал. Не помню. Стоял запечатанный, закрытый. А я своей Моретте отдала чай, который покупала в одной такой лавке. Ценуле деньги отправляла на Украину. И купила. Помните? Индийский. Самый натуральный, классический чай. Индийский. Мелкий лист. Потом говорю, ты забирай ты его в парк. Говорю, дужь. Чаи горячие гонять. Потому что холодно. Сейчас на улице где-то плюс 11 градусов. И такой страшный ветер. Такое небо голубое. Такой страшный ветер. Прямо как и холодно. Оттянула занавеску. Включила отопление. Пришлось батарею сцеживать. Потому что что-то в неё горячая вода не поступала. Где-то, видимо, пробка воздуха. Вы тоже такими батарейками пользуетесь. Которые заряжаются. Я уже давно не покупаю обычные. Глазочки не бачу. Буду брать нож в руки. Вот слепасты-то я и стала. Господи, бесси. Душу грешную. А, так у меня тут есть, оказывается, заряженные. Просто их надо поменять местами. Ну и хорошо. Сейчас поставим на зарядочку новенькие. А эти вставим сюда. И сейчас взбахнем волшебной палочкой. Посмотрим, зарядились ли у нас батареи. Ну-ка. Зарядились. Телевизор включился. Эх, что такие дела, ребятушки. Сейчас я вас посмешу. Вчера заезжаю в Лидл. Думаю, надо что-то себе купить в выходной день. Может, мясо кусочек. Может. Ну, я даже не знаю, что я сегодня буду готовить. Хотя приблизительно знаю. Ребята в Лидл ни одной свободной парковки не было. А парковка большая. А это суббота было где-то 10.30 утра. Около 11. Я думаю, ничего себе. А, развернулась и поехала домой тоже. Дома в холодильнике лежит пол капусты. И капуста брокколи, которую еще привез Андрюшка. Я надеюсь, что она не пожелтела у меня. Это капуста брокколи. За ту неделю, что она здесь пролежала в холодильнике. Ну, так. Ну, так. Отварю я капусту брокколи. Сделаю себе соус к пасте. Потом покажу вам. Типа соус паста с брокколи. Анчоусов, конечно, нет. Но сойдет на сегодняшний день. Вчера звонит мне Эрика. Давайте. Кто такая Эрика? Это моя. Ну, практически. Вы знаете, вот сколько с людьми пересекаешься. И получается, что человек как бы становится частью твоей семьи. Моя повар, которая ушла в декретный отпуск. Ну, мы же с ней постоянно на проводе. Вчера она мне звонит. И говорит. Ты знаешь, говорит, малая перестала спать в своей кроватке. Говорит, спит постоянно с нами. Что делать? Ну, она по всем таким, знаете, вопросам там. Попа красная или еще что-то. Я говорю, Эрика, масло растительное. Та-дам! На следующий день пишет сообщение. Блин! Твой совет помог. Знаете, как маленькие дети. То зубы лезут, то еще что-то. Вот. А я говорю. Тока, говорит, она уснула. Она усыпает в своей колясочке. Тока я ее перекладываю в кроватку. Через полчаса она просыпается. Стоит мне ее бросить в нашу кровать. Она тут же засыпает. Стоит мне ее переложить в свою кроватку. Все, это просыпается и это начинается каприца. Я говорю, попробуй ей положить туда какую-то игрушку. Ну и показать. Вот смотри, видишь, какой там мишка хороший. Спит в кроватке. Ты там не хочешь с ним поспать. Ну уже же дети понимают. Понимаете, ей уже полтора годика уже. Начинает что-то там щебетать. Она положила этого мишку. Говорит, пользуюсь твоим. Высылает фотографию, видеоотчет. Через пять минут высылает другую фотографию. Говорит, сработало. Смотри, кто в люльке. Сейчас я вам эту фотографию покажу. Потому что жрали полвечера. Потом я ей говорю, так и малую туда бросай в компанию вместе с ними. Она говорит, ну попробуй. Сегодня я ее еще не слышала. Не знаю, что там и как там. Как прошла ночь. А то Андрюха, я собиралась к ним поехать, но вчера Андрюха первый день вышел на работу. Заставили. Он не хотел делать тесты. Но так как народ начал кричать, что все устали, всем пора в отпуск, то пришлось ему выходить на работу. Так, а что ты не горишь, моя звезда? А, ну он же заряжается. Он же потом будет гореть зеленым, когда зарядится. На плите никто не готовит. А что плита грязная? Вот это вот я понять не могу. Могете у меня понять или нет? Вроде дома не живу, вроде кушать не готовлю. Почему плита грязная? Потому что время от времени ее все равно надо мыть. Сейчас займусь уборочкой. Знаете, как всегда, с чувством, с толком, с расстановкой. Сегодня утром Тереза моя не позвонила. Я говорю, позвонишь? Убью студента. Показала ей все включатели, выключатели. Говорю, смотри. Смотри, студентка. Она говорит, не, 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 не буду звонить. Но договорились мы с Эрикой. Я говорю, Эрика, мне надо как-то помыть кухню. Даже не знаю, как это сделать. Она говорит, а давай, когда Андрюха будет выходной, в субботу или в воскресенье, говорит, подъеду я, зайду с черного входа на кухню. Мы ее помоем. Заодно натрещимся, наболтаемся. И говорит, ты не сама, я развлекусь. Ну и тебе заодно помогу. Я говорю, давай, кто ж против? Баба-яга, никогда не против. Это средство белое, это обычный чиф. А вообще, самое такое средство, понимаете? Эти вот тряпочки с микрофиброй, они настолько хорошо все отмывают, потом насухо вытирают. Тут даже и ничего придумывать не надо, никаких дополнительных средств. Вот так, чуть-чуть намылила водичкой, смыла. И все дела. Раковина у нас белая, белая пушистая. Сейчас пью чай, завтракаю, пропылесосу в своей квартирке. Хотела выйти на огород, хотела выйти на огород, убрать верхний огород и что-то посеять. Вот такой ветер, сейчас посмотрю. И там, наверное, сосед еще, конечно, с утра дома просыпается поздно. Это я в 7 утра уже на ногах, непонятно почему. Можно же было поваляться еще в постельке, да? Прибабаха, наверное, на всю голову. Что я вам могу сказать? Вчера я занималась своими руками. Сейчас я вам покажу. У меня были вот эти вот перчатки. Я их на себя одела. А теперь вот этим бальзамом, сейчас после того, как все повымываю, намажу свои руки. Что за бальзам, не знаю. Ну, проверю. Знаете, в перчатках была какая-то такая жидкость. И так приятно потом руки пахли. Такие руки стали нежные. Потому что в связи с моим использованием всех вот этих моющих средств у меня просто зимой начинают трескаться. Трескаться. Кожа, она... Ну, как трескаться? В общем, сожженная получается. Не слежу я за своими руками. Слежу за кухней. За руками некогда. Ставлю отварить свои брокколи. Чуток присолю. Ой, собраться бы да поехать в магазин. Ой, не хочу с дома уходить, ребята. Диета, диета, диета. Еще раз диета. Брокколи готовы. Я их вытаскиваю. Ну, водичку оставляю для пасты. Ребята, это никакой не рецепт. Просто из того, что есть в доме. Жменька орехов. Я их просто залила кипяточком на пару минут. Немножко оливок. Без косточек. Таджаски. Это очень вкусные оливки. Ну и наша отваренная капуста брокколи. Не смотрите, она соцветия. Она немножко перезревшая. Ну, мне уже Андрюшка ее, в принципе, перезревшую и привез. И водичку, которой варилась брокколи, я не сливаю. Я в ней сварю просто пасту. Это будет очень вкусно. Сейчас орехи чуть-чуть настоятся. Буквально чуток. Чтобы они стали более такие, знаете, молочные, мягкие. И я все это смешаю в блендере. Если найду сейчас приправу сухой чеснок, добавлю. Потому что живой чеснок у меня тоже сдох. Загружаем все в блендер. Не нашла я чеснок. Но я добавлю вот такую луковичку. Красный. Типа крымского лука. Он очень сладкий, очень вкусный. Придаст немножко пикантности. Орешки простояли буквально пару минут. Разогрелись. И наши оливки. Никакого сыра. У меня его просто дома нет, ребята. Все. Сейчас мы это вжикнем. Погодите. О гималайской соли. О гималайской соли. Добавим. И немножко оливкового масла. Самое. Какое у вас есть. Нет оливкового. Добавьте немножко растительного. Так, пару ложечек. Вот теперь вжикаем. Ребята, попрошу не бросать у меня консервные банки и гнилые помидоры. Но у нас получился немножко цвет хаки. Из-за чего? Из-за красного лука. А вообще-то, я вам должна сказать, я уже макнула сюда пальчик и попробовала. Можно добавить немножко водички, если он такой густой. Я очень мало добавила оливкового масла. Его можно чуть-чуть добавить. Вот так вот сверху прямо. Этот соус можно просто даже как икру намазать на хлебушек. Это будет тоже очень вкусно. Остроты лучок придал. Запаха тоже. Поэтому с пастой это будет на сковородку. Немножко водички туда. Окунуть там пасту. Сейчас я вам все покажу. Сейчас. Надо же все выбрать до последнего. Сегодня такой вопрос от вас прочитала. Покажите, как вы делаете пасту. Паста альдентик. Беру свой соус. Если это соус песто, я его просто смешиваю уже в отдельной тарелочке. Ну, так как у нас это фальшивый песто. Мы разогреем сковородочку. Ребята, он такой вкусный получился. Что вам не передать. Потому что многие пишут, что у нас таких сыров нет. У меня дома тоже сыра нет. Сапожник без сапог. Воду я не сливаю. Смотрите, что я делаю. Воду с пастой не сливаю. Разогревается мой соус. И я добавляю сюда пасту. Многовато будет. Ничего. Оставим на два раза. Если нам водичка нужна, мы ее еще добавляем. Да, сыпанула я пастой, ребята. Кто-то меня сегодня на борщ приглашал в Киеве. А, Люсенок, давай ко мне на пасту. А то, что там наговастенько получилось. Не хочу трясти сковородкой, чтобы не заляпать свои чистые стены. Поэтому просто смешаю вот так вот. В пасту обязательно капелюшечка воды, ребята. Паста ни в коем случае не должна быть сухая. Вы думаете, что это у меня томатный мой соус на работе. Вот так вот я делаю на работе. Смешиваем. На сковородке паста окунается в соус. Превращается в такую вот вкуснятинку. Сейчас я вам это покажу на тарелочке. Обнимает соус. Ой, запах идет обалденный. Так что можно приготовить даже с той же цветной капусты. И вы поверьте, и чтоб никто не догадался, добавьте туда один помидорчик. И скажите, мы сделали такой себе соус песто. А-ля Улю, я вас люблю. У меня на приготовление этого блюда ушло, ну я не знаю, ну 8-10 минут на то, чтобы сварить пасту и 15 минут на то, чтобы сварить брокколи. Насыпаем. Ложка у меня удобная. фапелькой масла проливаем. Был бы сыр, посыпала псыр. И зеленочки с лучка добавляем. Ребята, я думаю, что от такой пасты вам просто скажут ваши домашние. Па-си-бо! Приятного аппетита! КОНЕЦ